Здравствуйте! Вас приветствует дизайн студии настольных игр «Простые правила» и я Владимир Максимов. Сегодня я расскажу вам об игре «Встречный бой». Это военная игра в период средневековья для двух игроков и, как обычно, с простыми правилами. В каждой коробке с игрой вы найдете четыре армии. Армия Севера, Армия Запада, Армия Востока и Армия Юга. Каждая армия насчитывает по 17 отрядов, но у них разный баланс сил. Это влияет на тактику игры и создает возможность в каждой новой партии пережить новый опыт. На каждой карте отряда мы видим изображение самого отряда. Бывают пешеные, пешие, бывают конные воины. Параметр силы атаки, параметр силы контратаки. Мы их сравниваем при определении схода сражения. Символ маневренности определяет направление движения. Символ короны, который показывает нам элитный отряд. И я хочу сейчас еще обратить внимание на особую черту у конных отрядов. А что это такое, расскажу позже. Итак, для партии игроки выбирают по одной армии, остальные выбирают с коробкой, они не потребуются. Игроки перемешивают карты и кладут стопку рядом с собой. Это резерв армий. Определяем, кто будет ходить первым. В данном примере это буду делать я. И начинаем с расстановки войск. Первый игрок открывает верхнюю карту из резерва своей армии и выкладывает ее напротив своего соперника. Соперник делает то же самое и выкладывает карту строго напротив. Теперь мы заполняем оставшиеся клеточки, но можем выбирать уже место, независимо ни от чего. Делаем это по очереди. Таким образом у нас получилось игровое поле боя, состоящее из трех столбцов и четырех рядов. Обращаю ваше внимание, что все передвижения отряда совершают внутри этой игровой зоны. Выходить справа или слева нельзя. Теперь настало время маневров и сражений. Для простоты каждую позицию, где лежит карта, я буду называть клеткой. Продолжаем по очередности хода. Первый игрок берет верхнюю карту из резерва своей армии. И он может вывести ее на поле боя на одну из трех клеток первого ряда. Отряд как бы выходит из нашего лагеря и присоединяется к битве. Например, я выберу это направление. Если отряд размещается в клетке, где находится союзный отряд, то он занимает его место и активирует его. Данный отряд совершает, во-первых, движение в одном из доступных ему направлений. В данном случае только прямо. И если он снова занимает место союзного отряда, то мы активируем союзный отряд до тех пор, пока он не приходит на клетку, где находится враг. Если мы выбираем направление движения в сторону врага, между ним происходит сражение. Мы просто сравниваем силу атаки атакующего и силу контр-атаки обороняющегося. Тот, у кого число больше, побеждает. И побежденный отряд отступает, помещается в топку сброса, где находится до конца игры и обратно на поле боя уже не появляется. Настало время для ответного хода соперника. Он действует так же. Берет верхнюю карту резерва своей армии и решает, в какой клетке он его выведет на поле боя. Например, выберем это направление. Активируем осигару лучника. Лучник активирует гаконина. И тот атакует в лоб лучника. Сравниваем параметр силы атаки и силы контр-атаки. Видим, что лучник проигрывает. Убираем его в топку сброса. Отряд победителей занимает место побежденного. Таким образом, чередуясь, мы продолжаем играть до тех пор, пока не наступит одно из условий окончания игры. Первое условие окончания игры. Когда мы вывели все свои отряды на поле боя, и у нас ни в руках, ни в резерве не осталось карт, игра заканчивается, и победитель определяется по числу отрядов, оставшихся на поле боя. Тот, у кого отрядов больше, побеждает. Например, в данном случае у Востока сохранилось 7 отрядов, а у Севера только 5. Восток побеждает. Но если мы представим себе, что ситуация была немножко другой, и количество отрядов, например, было равное 6 у Севера и 6 у Востока, то побеждает игрок, который сумел сохранить большее количество элитных отрядов, отмеченных короной. У Севера 3, а у Востока только 2. В данном случае Север побеждает. Второе условие победы. Если игрок во время движения смог пересечь границу игрового поля на стороне противника, мы называем это прорваться в лагерь, то игра немедленно останавливается, и игрок, совершивший прорыв, побеждает. Вот как это может произойти? Представим себе такую ситуацию, что сейчас ход Севера и игровое поле в таком состоянии. Игрок берет верхнюю карту резерва своей армии, выводит ее на второй клетке, активирует последовательно отряды, и последний отряд пересекает границу игрового поля на стороне противника, прорывается в лагерь. Теперь вы знаете основные правила игры, поговорим о нюансах. Первое. Вариант победы прорывом очень интересный, но он очень непростой. Так не будет происходить часто в играх, поэтому ориентируйтесь на победу по числу целевших отрядов, сохраняйте свои элитные отряды и убирайте с доски элитные отряды противника. Второе. Если вам хочется принимать больше тактических решений, после расстановки войск добирайте на руку по три карты. Так вы сможете для каждого хода выбирать более лучший отряд. И теперь я покажу несколько примеров, связанных с игровыми ситуациями. Сейчас я покажу пример атаки во фланг. Например, у нас такая ситуация. Здесь располагается берсерк, у него очень высокие показатели атаки и контратаки. Его нельзя убрать, победить в лоб, поэтому нужно идти в обход. Игрок активирует свои отряды. Таким образом, чтобы атаковать в бок. При атаке в бок отряд получает бонус плюс два очка. Четыре плюс два — шесть, против пяти — безоговорочная победа. В этом примере я покажу пример боя отрядов с равными силами. Сейчас ход севера. Мы активируем отряд по центру. И происходит сражение всадника со сигару-копейщиком. Мы сравниваем показатели атаки и контратаки. Они равны. И в этом случае оба отряда отступают с поля боя. При этом обратите внимание, что на поле образовалась пустая клетка. Сейчас хочу показать о движении через пустую клетку. Пешие отряды могут двигаться только на один шаг в течение своего хода. Например, если мы двигаем отряды, и отряд приходит в пустую клетку, он остается в ней. И на этом ход игрока заканчивается. Однако конный отряд обладает особой чертой, которая позволяет им совершать второй шаг, если первый закончился на пустой клетке. При этом игрок может выбрать направление для этого шага. И отряд конный может как активировать союзный отряд, так и атаковать вражеский. Друзья, мне было приятно рассказать вам правила настольной игры встречный бой. Я надеюсь, что она вам понравится. Играйте с удовольствием и до новых встреч!